Мы находимся на одном из самых оживленных мест нашего города, привокзальная площадь. Есть здесь одно необычное старинное здание, оно находится прямо возле железной дороги. Это здание старого вокзала. И расскажет нам о нем экскурсовод, работник историко-краевического музея Анна Солдатова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Расскажите, что это за такое необычное? Необычный домик, который сразу выделяется из общей архитектуры. Это здание вокзала, построенное в конце 19 века по проекту известного архитектора Льва Николаевича Кекушева. Во второй половине 19 века строятся активно железные дороги, потому что понимают, что это новый вид транспорта, очень нужный для развития страны. Удобный. Очень удобный, да, в любое время года, в любое время суток, да, с раннего утра до поздней ночи можете ходить. И строятся дороги в большом количестве. И как раз наша железная дорога строится от Москвы до Смоленской изначально, потом до Бреста. То есть она была сначала Смоленская, потом Московско-Смоленская. Да, Московско-Брестская. И строится, что интересно, на частные средства было акционерное общество, которое собрало деньги, построило дорогу, да, дало первые, возможность путешествовать между двумя этими крупными городами, да, Москва, как старинная столица и Брест, как такой западный рубеж империи в тот момент. Ну, и, конечно, появляются станции. И вот станция Одинцова здесь появляется в 1870 году. То есть тогда еще здесь не было вот этих всех населенных домов, да, и просто здесь были... А города ничего не было? Да, города, конечно, еще не было. Было село Одинцово на Можайском шоссе, да, на Тмоленской дороге в стороне. Ну, а здесь были кирпичные заводы, как раз завод Василий Ивановича и Хунчика, в конторе, в которой находится наш музей сейчас. Музей, да, тоже необычное здание, которое выделяется. Да, в том числе. Ну, и благодаря тому, что появляется станция, то есть стало удобно сюда приезжать по дороге быстрее гораздо, чем по дороге сухопутной, скажем так. Да, появляются заводы, которые дают возможность людям работать, да, опять же, растет население за счет приезжающих работников сюда, да. Да, и здесь места, поскольку очень красивые, их обладают дачники очень быстро, да, опять же, близость к Москве. Природа, лес. Природа, да, лес, пруды Одинцовские, да, близость к Москве реки, в принципе, если они так далеко. И сюда приезжают еще и на лето многочисленные дачники, то есть растет поселок вокруг станции Одинцова. И уже к концу 19 века, ну, появляется такая необходимость зданий вокзала. Ну, на самом деле, если вот такая вторая основная века в истории нашей станции Одинцова, это 1896 год, когда происходит коронация Николая II. Во-первых, саму дорогу выкупают в казно, собственно, она уже не частная, да, какой-то собственностью, а государственная. И когда император Николая II приезжает в Москву на коронацию, а после коронации едет в Ильинское Усово, то есть имение родственников своих, то он едет уже по своей железной дороге, то есть по царской дороге. И приезжает он на станцию Одинцова, чтобы потом на экипаже доехать до, собственно, Ильинского. Тогда еще вот этого здания вокзала не было. Хотела спросить, неужели он прямо здесь выходил? Ну, не совсем, да. Может быть, выходил примерно в этом месте, потому что как раз платформа была где-то вот тут, ближе к нам, чем современная. Но тогда не было здания. И для специальной встречи императора строится такой царский павильон по проекту Федора Осипа Шехтеля, такого известного тоже мастера. Ну, это очень была красивая постройка в таком стиле русского терема, деревянная. Но она была только для императора, то есть не для всех желающих, только для встречи семьи. То есть они приехали сюда, в Одинцово, там даже никак Николай II упоминается, что вот мы приехали в Одинцово, потом в Ильинское поехали. И когда возвращались обратно из Ильинского, после месяца они тоже через Одинцово приезжали. Но, к сожалению, деревянные постройки недолговечны, как мы знаем, тем более, когда керосиновое освещение, да, это вот очень горючее вещество, керосин все-таки. И пожары встречались, довольно часто случались, но и вот здание вокзала, к сожалению, тоже, спустя всего лишь два года, сгорело деревянный павильон. Когда сгорает старый павильон деревянный, то понятно, что нужно строить уже новое здание и решать построить уже такой полноценный вокзал для всех приезжающих в Одинцово, кирпичный. И автором проекта выбирается Лев Николаевич Кекушев. Ну, Кекушев известный, в первую очередь, как архитектор особняков в стиле модерн, московских. Но эти особняки он построил чуть позже. Но тогда, не сказать, что он такой еще молодой мастер, он уже довольно признанный человек, у него было уже свое бюро архитектурное к тому моменту, то есть он работал на себя, скажем так. И он уже, скажем так, имел некой опыт в строительстве станции. Он строил станцию Мытища, там сохранилось, кстати, здание вокзала, тоже его авторство. Станция Сергиева, там, правда, постройка, к сожалению, не дошла до нашего времени. Но потом в Царицыно он тоже строил вокзал, занимался расширением Ярославского вокзала. Все такой человек опытный, гражданский инженер, который вообще мог не только строить частные какие-то заказы, но и такие вот важные, скажем так, государственные объекты. Да, и как раз строится по проекту наше здание, это 1898 год начала постройки. Строится оно из красного кирпича, и изначально по цвету оно было как раз красное, с белыми деталями. То есть вот сейчас мы что видим, серого цвета, оно было красным, то, что белым, но оно такое было белое, в общем-то. То есть что интересно, что население Воденцово было не очень большим, оно менялось в зависимости от времени года, то есть летом побольше, поскольку дачники, опять же, зимой поменьше. Но здание вокзалский решили строить довольно большим. То есть на самом деле, если мы сравним с другими там окрестными станциями того времени, понимаем, что Воденцово, он самый большой. Во-первых, он кирпичный, не деревянный, да, но и по размеру большой. Ну, что было в здании вокзала? Конечно, все необходимое для путешественников, это были кассы билетные, был буфет, разумеется, уборный, то есть такое для жизни необходимое. Зал ожидания, да, наверное. Зал ожидания первого класса, второго класса и третьего класса. То есть там, что делились вагоны на категории, да, в зависимости от, скажем так, обеспеченности путников. Ну, и, конечно, в каждой категории был такой свой зал ожидания. Был даже телеграф в здании вокзала. Да, то есть можно было, какой-то точка связи, скажем так, узел связи, да, как можно все сказать. Ну, аптечный пункт, вероятно, всего. Был, и опять же, были парадные комнаты, в случае, если семья императора опять влияет в Воденцово, чтобы у них было отдельное помещение, достойное для встречи таких высоких особ. Ну, можно сказать немножко про самого Кекушева, да, что вот есть у него такая вот небольшая легенда о том, что Кекушев, поскольку его звали Лев, он очень любил в своих зданиях оставлять некий свой автограф. То есть это либо какое-то полноценное изображение Лева, либо это некий такой брельеф, да, фиктурная деталь, либо какие-то маленькие даже ручки, да, там в интерьерах, он еще интерьер оформлял, особняков этих, вот. И, конечно, в связи с этим появилась такая история о Денцовском Леве. Вот интересно, есть у нас Лев. То есть, поскольку, к сожалению, внутреннее убранство нашего здания вокзала не сохранилось, ну, вот есть много версий, что, возможно, какие-то были детали, то есть это небольшая фигура какая-то, да, потому что, ну, мы бы знали, наверное, если бы она там была, ну, потому что какая-то маленькая деталька в оформлении здания, либо внутри, либо там снаружи, могла быть, видимо, в форме Лева, то есть такой авторский автограф. И как раз вот эта башенка, тоже у нее несколько версий появления, да. Вот, кстати, да, что за башенка такая? Ну, конечно, такая есть, опять же, местная, не знаю, легенда, да, представление о том, что строится вокзал в форме паровоза, да, вот мы ее как раз видим, что башенка как труба паровоза, ну, и как вот вагончик дальше идет. Но, скорее всего, для того времени это было не очень характерно, скорее всего, все-таки такого смысла не вкладывал Лев Николаевич свое творение, это уже потом более поздние такие, скажем, ассоциации стали появляться. Вообще такая башенка, она есть на низких вокзалах, например, вокзал в Кубинке, который был построен другим автором, но там тоже вот эти башенки появляются. Тут две версии, либо это была важная функциональная деталь, да, чтобы, опять же, с этой башней было видно железную дорогу. Да, скорее всего. Да, ну, и еще, возможно, такая отсылка к дачной архитектуре, потому что в дачных домах того времени, да, тоже даже деревянных, наверное, такие вот подобные башенки появлялись. В принципе, было тогда в дачных домах такое стремление к некому вертикальному расположению дома, то есть там были либо островерхние башенки, либо вот такие вот квадратные. Ну, поскольку это было время модерна, да, это такая довольно смешанная, смешанный стиль, когда люди, да, обращались к красным историческим эпохам, да, что-то и брали из них для вдохновения, использовали какие-то элементы. И вот, например, как бы кто-то в нашем вокзале видит, опять же, такие стили романского, да, вот романской эпохи, романского стиля. Ну, обычно такие вот здания приземистые достаточно, да, с непышным декором, да, мы здесь как раз видим вот эти вот окошки, арочное обрамление. Арочные, да, такие. Да, причем, что интересно, да, видите, окошки, они разного размера, то есть есть вот кругленькие, есть маленькие, есть побольше, то есть вот это вот, опять же, разнообразие окон, оно характерно даже для особняков. Кекуш, если мы посмотрим на его постройки в Москве, то там тоже видно, что у него окошки на одном даже фасаде, они могут быть абсолютно разной формы. Что еще тут? Это вот такие вот карнизы, да, разделяющие объем здания. Вот эти вот кронштейны под крышей тоже можно смотреть, что вот они идут, да, это вот у нас на верхней части построек, тоже, в принципе, такой характерный элемент эпохи. То есть в тех же особняках тоже мы такие кронштейны можем посмотреть, увидеть. Ну, вот что еще можно отметить, что, да, вот разные окошки, они так очень, так о своем ритме, да, то есть вот по порядочку, и очень разный вот объем. Вокзал, он составлен из нескольких как-то кубов, да, то есть есть высокая башенка, есть двухэтажный куб, есть поменьше, вот здесь вот такая вот небольшая пристройка, да, что ближе к нам находится. То есть какая-то такая вот игра форм довольно простых, ну, какие-то кубики такие как-то составляются. И тоже это делает тоже вокзал совершенно таким уникальным, потому что, на самом деле, все вокзалы нашей Денцовской земли, ну, наши железные дороги, они все разные, да, даже если построены одним автором, они все вот отличаются, поскольку, опять же, до эпохи, она требовала такого некого разнообразия, да, вот желание обратиться к разным стилям. Ну, и вот даже что интересно, что когда у Кекушева было свое бюро, архитектура, то, что я уже упоминала, своя мастерская, то в ней работали братья Шуцманы. Вот Сергей Шуцман, ученик Кекушева, он считается автором Голитинского вокзала. То есть, в принципе, вот тоже близко Денцова построил тоже здание. Голитинский вокзал, ну, знаете, тоже очень красивая постройка, там тоже, опять же, есть некие башенки, да, вот поднимающиеся вверх, характерные, опять же, с этого времени. Аня, а как дальше развивалась судьба нашего вокзала? Потому что сейчас, я знаю, он не функционирует по своему назначению. До какого времени он работал, принимал пассажиров? Ну, вероятнее всего, не так уж долго, потому что получилось, что случилась Октябрьская революция, да, для поселка это было довольно тяжелое время, поскольку и дачников, да, стало меньше, и заводы многие, там их было семь, если там, говорят, до времени, до революции. Здесь у нас, да, с кирпичных заводов, да, с семь заводов. Но семь лет после революции они не работали, потому что, да, было не до этого немножко, страна находилась в таком довольно сложном состоянии, и когда уже спустя семь лет стали открыть, открылись, работали только два. То есть, да, опять же, вот эти вот сложные годы, переломные, страна новая, немножко уже другое отношение к подобным населенным пунктам, да, уже имение Ильинское-Усово, оно уже, конечно, другие, опять же, другие хозяева там поселяются, и, вероятно, вокзал функционировал еще, да, но вот мы знаем, что уже после войны Великой Честной там уже, опять же, нет такого центра, да, дачной жизни, жизни поселка, потому что Одинцово уже становится городом постепенно, как раз в послевоенное время растет, да, и уже, опять же, Александр Андреевич Кузатика, который сюда приезжает в 70-е годы, он уже пишет о том, что здание вокзала не используется как здание вокзала, то есть переносится платформа, платформа, как я уже сказала, была вот прям вот, можно было через вокзал попасть на платформу, то есть она была ближе, переносится платформа, да, строятся вот эти мосты. Сейчас она дальше, да, находится? Да, ну, то, что дальше, строятся мосты, то есть меняется, собственно, внешний вид станции в том числе, да, меняется уже и ее значение, скажем так, и поэтому уже в 70-е годы мы тоже знаем, что здание вокзала, ну, используете, ну, как и сейчас, там даже были жилые квартиры, что такой фактор, упоминает Пузатико в своих статьях. Так же, как в вашем музее, да? Да, да, то, что, поскольку нужно было как-то людей расстелить, как раз работников этой железной дороги, их селили на втором этаже, вот эти были маленькие окна, там было общежитие, и поскольку долгое время, ну, пока не было альтернативы, не было построено еще другое жилье, они там жили, да, и понятно, что в подобных условиях как-то функционировать, да, полноценно вокзал не мог, ну, там тоже были магазинчики, аптек, даже упоминается, и уже мы знаем, что так, еще даже до начала XXI века, да, к сожалению, вокзал свою такую функцию утратил. Да, конечно, хотелось бы сохранить это уникальное здание, потому что это действительно часть нашей истории, истории нашего города, связанная еще с царями, да, так скажем, поэтому... Да, то есть у нас, как я уже сказал, да, дорога стала какую-то Минцарская, дорога, по которой путешествовал Николай II, и что вот еще интересно, что в Ильинском Осово жил дядя императора, князь Сергей Александрович, который становится генерал-губернатором Москвы, то есть как бы мэром Москвы, мы еще бы сказали, и в Ильинском его постоянная резиденция, и на работу в Москву он ездит через Одинцово так же, то есть он, опять же, от Ильинского доезжает до Одинцово, и пошли на дороги, как вот, и, в принципе, сейчас на работу ездит в Москву, занимаясь своими обязанностями губернаторскими. То есть, в принципе, с того времени не так, чтобы много что-то изменилось, потому что в Москву ездили и на учебу, да, вот жители поселка Одинцово, поскольку Одинцово не было высших учебных заведений, да, ну и школы тут были только такие самые начальные, то очень многие дети, причем даже такого еще юного возраста, ездили на учебу в Москву, ну и на работу, конечно, тоже. Ну и по сей день наше направление западное связывает столицу с другим краем, так скажем, нашей Родины, и до сих пор очень оживленное движение, так же, как в царские времена, можно сказать. Ну, конечно. Спасибо вам огромное за информацию, за интересный рассказ. Будем надеяться, что такие здания будут сохраняться, и, возможно, там будет еще один музей, и мы тоже будем с вами проводить там экскурсии, рассказывать нашим жителям об исторических интересных местах в людях нашего округа. С вами была Полина Бахова в программе «Про округ». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова